МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Был день, и такой дневной сон был у моего отца. Я подошел и на ухо так склонился над кроватью, на ухо ему говорю, пап, я получил заслуженного тренера России, у меня комок в горле. Вы не представляете, просто он... То есть днем человек-пенсионер спал, он просто вскочил и так вот... А-а-а! А-а-а! Станислав Руденко, заслуженный тренер России по волейболу, неоднократный серебряный призер СССР и России, двукратный бронзовый призер страны, подготовил двух сурдолимпийских чемпионов Владимира Шмыгина и Павла Фатина. За время тренерской работы воспитал четырех заслуженных мастеров спорта и восьмерых мастеров спорта международного класса. Под руководством Руденко команда Югры выиграла четыре чемпионата России, стала шестикратным победителем Кубка страны и трижды обладателем главного трофея Европейской лиги чемпионов среди глухих и слабослышащих. Все мои фотографии детские, они все связаны со стадионом, потому что отец мой был тренером, и поэтому на всех фотографиях я стою или с копьем, или с мячом. И поэтому, так сказать, выбор, чем заниматься в свободное время, у меня не стоял. Когда в 12 лет родители мои переехали в Сургут, в принципе база у меня уже была хорошая, двигательная. Я и легкой атлетикой к тому времени успел позаниматься, и футболом, и баскетболом. В общем, все, что в школе, какие были секции, мы на все эти секции ходили. Сургут меня потряс прежде всего тем, что на тот момент здесь уже была сформированная школа, хорошая, с хорошим отбором, с селекцией во все секции. Только я зашел в школу, буквально первый человек, который меня встретил, это Зеюдинов Роман Михайлович, сразу же определил, что я новое лицо в школе, новый человек. И, естественно, после нескольких вопросов, чем занимаешься, чем занимался, каким видом спорта, я уже через пять минут, моя судьба была решена, я был записан на волейбол. И все, и началась моя волейбольная жизнь с того момента. Я буквально позанимался полгода в школьной секции, Роман Михайлович меня взял за руку и отвел в секцию именно уже при Дю США Горановском. К Александру Георгиевичу Жарову. Это первый и единственный мой тренер на всю жизнь. На судьбе мне было написано заниматься с инвалидами по слуху. Это уже сейчас я вот оцениваю этот вопрос и понимаю, что где-то меня судьба уже выводила на вот этих людей, потому что со мной в четвертой школе начинал заниматься волейболом фанта Александр Иосифович. И я, поколесив по стране, став тренером и вернувшись в Сургут работать тренером, Я, естественно, встретился с ним, а он к тому времени стал уже председателем Сургутского городского общества инвалидов по слуху. И вот уже работая в университете в 2003 году, у меня появился первый ребенок, он в этом зале есть, Фатин Павел. Вот этот фанта Александр привел мне за руку человека 190 ростом, левшу. Это даже по студенческим параметрам, это очень антропометрия такая хорошая, прыгучий, который хотел заниматься волейболом. Вот. Для него это была огромная честь заниматься в слышащей группе. Ему приходила целая диаспора инвалидов по слуху Сургутская встречать. И они видели в нем великого игрока, потому что ему разрешили потренироваться в слышащей группе. А еще надо учесть, что он был не сургутский, он был нефтьюганский. Работая в нефтьюганске токарем, он, сами понимаете, не самая легкая профессия, когда человек там болванки 40 или 20 килограммовые с 8 утра до 5 вечера таскает, а потом садится на машину и приезжает на тренировку. Ни за что, ни за деньги, просто за идею, за то, что ему разрешили потренироваться. И он привел мне второго человека, тот же еще дальше, Шмыгин Владимир. На данный момент уже сейчас легко подводить итоги. Это оба олимпийские чемпионы, заслуженные мастера спорта. И я уже понял, когда есть пара игроков, это уже можно, значит, эту пару выставить в чемпионат России по пляжному волейболу. И на этой паре уже можно строить команду. И поэтому я, значит, тогда уже Александру Иосифовичу дал задание, что ты мне покажи всех, кто у тебя остался в городе. Мы их добавим к этим двоим и выставляемся в чемпионат города. С 2006 года у нас команда принимала участие в чемпионате Сургута. А в 2008 году мы начали уже своих представителей отправлять в сборную. И первый остался в сборной – это Владимир Шмыгин. И вот смс-ка такая лаконичная, что тренер, я сижу на сумке с экипировкой, означало, что первый наш представитель попал на чемпионат мира в 2008 году, который был в Аргентине. Причем до этого лет 6 сборная России не выигрывала вообще ничего. А здесь получается, что первая же поездка закончилась серебряными медалями. И вот здесь уже, конечно, так сказать, завертелось колесо сургутского спорта. При аверсе, вот в школе, в которой мы сейчас находимся, было открыто отделение спорта глухих, волейбол. И уже начала эта группа отдельно тренироваться. И буквально через год мы в 2009 году первый раз выставились на чемпионат России. И примерно до 2013 года было фантастически поступательное движение. То есть мы на первом чемпионате России стали девятые, потом шестые, потом третьи, и потом два раза первые. То есть вот четко шли вверх. Это мне, конечно, тогда это для меня было просто бальзам на мою тренерскую душу. Такой одаренности физической у слышащих людей нет. Это я могу сказать с полной ответственностью. То есть чтобы ребенок зашел, например, в сентябре в зал, а в январе уже доставал конец антенны, волейболисты знают, о чем я говорю. То есть достать конец антенны, это даже в командах Суперлиги единицы это делают. У меня два таких было случая. Когда человек приходит в зал, через полгода конец антенны достает. То есть это просто суперскорость и суперодаренность. Раньше было очень много учебников. И был такой двухтомник, называется Говорящие руки. Он до сих пор у меня дома хранится. Я этот двухтомник себе купил и потихонечку учил. Но в основном, конечно, все равно ни одна книга не научит разговорному жестовому языку лучше, чем сами ребята. Я им сказал, повторяйте за мной. Все, и побежал. Вот так началось наше знакомство с жестовым языком мое, а их знакомство именно со мной, как с тренером действующим. Многие элементы приходилось показывать, потому что объяснять бесполезно. Тебя не услышат жестами. Я тогда не владел так вот досконально, чтобы объяснить какие-то тонкости движений. Поэтому вот потихонечку, потихонечку, они меня, я их учил в волейболу, они меня учили жестовому языку. Просто фантастическое везение в финале Сурдлимпиады 2009 года. Когда просто фантастически команда отыграла, все звенья, какая-то просто магия в тот день была. И вот ребята выиграли Сурдлимпиаду, и, кстати, больше такого не повторилось. В 2013 году закончилась Сурдлимпиада. Четверо наших воспитанников стали серебряными призерами Сурдлимпиады. Выращенные в Югре у нас Плешкевич Георгий. Это воспитанник Самоклоровской школы. Фатин и Шмыгин – это воспитанники именно Сургутского волейбола. И, получается, Дроздов Александр – это на тот момент он играл за команду Перми. Но так как команда в тот момент распалась, то в 2010 году он сразу же, зная, что есть Кантемансийская команда, он буквально сразу же после Олимпиады переехал. То есть это практически уже наш человек, который здесь женился, у которого здесь родились дети, который здесь закончил школу, там в институт поступил и так далее, и так далее. Я говорю всем, что мы уже не одна команда, мы давно уже одна семья. Мы ходим вместе в театр, ездим на рыбалку. Жены дружат друг с другом. Уже они родили в Сургуте детей. Многие у нас получили призовые за Олимпиаду. Они купили себе квартиры в одном подъезде, чтобы легче общаться было. Это даже не работа и не хобби. Это жизнь моя, это образ жизни моей, образ моей мысли. Это волейбол сейчас мой досуг полностью занял. Я, так сказать, кто близко меня знает, я параллельно в течение 30 лет собирал волейбольный музей. То есть когда-то со мной в классе учился будущий первый мастер спорта по волейболу Ханты-Мансийского округа. Это Артур Ахмедзянов. Мы с ним сидели за одной партой. И, встретившись в школе, я у него на пиджаке увидел волейбольный значок. Артур, говорю, где купил? Где взял? Он говорит, купил в киоске. Я просто перешел дорогу и купил такой же себе значок. С него началась моя коллекция. На данный момент у меня 7 тысяч знаков волейбольных. Скажу вам, что это редчайшая тема. Можно обойти антикварный рынок, можно посетить выставку значков и не найти ни одного волейбольного значка. То есть очень редкая тема. Вот. Вот у меня на данный момент 7 тысяч знаков. Я выставлялся в Лазанье, на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Эта тема очень востребована. В Америке был в Лэк-Плэссиде, в Нью-Йорке, в Лос-Анджелесе, в Гетеборге. То есть я, как простой тренер, даже и не мечтал когда-то, что я дойду до вот таких тренерских высот. И плюс параллельно у меня жизнь идет волейбольная, именно в коллекционировании. Есть очень много моих коллег, которые по каким-то причинам не получили заслуженного тренера. Хотя они воспитали, может, даже лучших игроков. И потом со временем, может, какое-то отчаяние их посещает или еще что-то. Они говорят, да я и не хотел. Я говорю, не надо. Не надо этого говорить. Ты не хотел. Потому что потом на пенсии все-таки вот как итог твоей работы, это вот это звание, оно стоит на вершине вот этой вот пирамиды, это звание. Так вот по вот этой вершине пирамиды и будут судить о твоей работе. И вот эти звания, они пусть кто бы что ни говорил, эти звания, они как итог твоей работы, они очень много решают для тренера, именно для удовлетворения и его личного какого-то вот стремления доказать всем. То есть это наступает момент, когда уже никому ничего доказывать не надо. В 2008 году, когда мы представили одного человека в сборную России, это для нас был праздник. Но потом понятно, что мы повышали-повышали себе планку. И в принципе за последние пять лет мы эту планку не снижаем. По 8-9 человек у нас каждый год из 20. То есть практически половина сборной – это воспитанники ханты-мансийского волейбола. И я думаю, что учитывая то, что у нас сейчас и молодежная наша команда стала бронзовыми трензерами России буквально с первого раза. Калуга 10 лет не уезжала без медалей с первенцов. В игре за третье место мы их обыграли просто 3-0. Это показатель уже того, что у нас в округе уже сложилась целая школа, целая система, целая пирамида в глухом спорте, которые дети, которые приходят, они сразу изначально ставят максимальные задачи перед собой. Они не приходят сюда прохлаждаться или там попробовать свои силы в волейболе. Они сразу приходят в волейболе побеждать. Что меня радует, потому что очень много сил экономится за счет того, что не надо объяснять ребенку, зачем он вообще попал в этот зал и зачем он вообще сюда пришел. Редактор субтитров А.Семкин